Всем привет! Вы смотрите Кады Крэп ТВ и с вами его бессменный ведущий я. Спешу сообщить вам, что случилось невероятное и в этом эпизоде возвращается время пасхалок. А еще, как вы могли заметить из длительности этого видео, это мой самый детальный разбор тизера. И в нем есть просто чумовая теория, которая, я надеюсь, поменяет вукипедию. Ну ладно, начинаем. Дикторский голос активировать. Как вы уже знаете, первый тизер восьмого эпизода нашей любимой космической саги под названием Звездные войны появился в сети в рамках Star Wars Celebration в Орландо. Этот тизер, хоть и не оказался богатым на сюжетные детали, однако материала для теории в нем более чем предостаточным. Поэтому я запустил свои ножницы, чтобы рассказать вам, что нам показали в тизере Звездные войны Последний Джедай. Видео создано при поддержке Тиндера. Как вы знаете, Звездные войны это космоопера, в которой события происходят в основном из-за любви. Любовь и семейные ценности являются ключевой темой саги. Я твой отец. Но не только в далекой-далекой галактике жизнь крутится вокруг любви. Наша жизнь наполняется смыслом только тогда, когда ее можно разделить со своей второй половиной. Ведь, как говорил Александр Супер Бродяга, Счастье существует лишь тогда, когда есть с кем его разделить. И теперь, благодаря новейшим технологиям и возможностям нейросетей, найти себе пару стало проще простого. Достаточно установить на свой мобильник приложение Тиндер. Это приложение бесплатное, и его невероятно просто использовать. Давайте я вам покажу. На экране появляются профили тех, кому можно поставить либо лайк, либо дизлайк. Можно настроить расстояние, то есть найти кого-то прямо по соседству. Оксана, 26 лет. Посмотрим ее фотографии. Очень милая. Поставим Оксане лайк. Свайк вам вправо. А вот у нас совпадение. Это называется матч. Я залайкал Оксану, Оксана залайкала меня. Так, и можно что-нибудь написать Оксане? Ну и сейчас сделаем ход конем. Интересно, что оно на этот вид. Ну а теперь твоя очередь найти себе пару. Скачай приложение Тиндер по ссылке в описании. Восьмой эпизод «Звездных войн» — это вторая инсталляция в новой трилоге. Предыдущий фильм получил неоднозначные рецензии во многом из-за того, что он полностью повторял историю новой надежды и обзавелся новым стилем Джей Джей Аврамса. Кстати, этот тизер словно был сделан по лекалам первого тизера предыдущего эпизода. Посмотрите, как отзеркали на его кадры. Но это говорит лишь об общем стиле подачи первых крупиц информации, которые выбрали Дисней для своих фильмов. Режиссер этой части, Райан Джонсон, известен любителем фантастики по своему фильму «Петля времени», который лично мне очень понравился. Райан покажет нам свое видение сценариям, однако, тем не менее, оно также будет повторять заданный Абрамсом стиль. Кстати, Джей Джей, прочитав сценарий восьмого эпизода, расстроился, что не станет его режиссером. Однако он все же исполнил роль продюсера фильма, а Райан признался, что фильм будет гораздо мрачнее «Пробуждение силы». И уже по первому появившемуся в сети официальному названию эпизода мы поняли, что это не шутки. Фирменный желтый цвет названия сменился на кроваво-красный, а подзаголовок эпизода и вовсе напугал всех фанатов. Ну ладно, хорош трепаться, или, как говорится, «Catacrab». Поехали! Тизер открывает космический пейзаж. Он плавно переходит в камень, на который кладет свою руку перепуганная Рэй, падая на колени в том месте, где мы ее видели в последний раз. Ни для кого уже не секрет, что этот фильм, в отличие от остальных фильмов франшизы, продолжится именно с того момента, которым завершился предыдущий. Поэтому довольно логично видеть Рэй среди знакомого пейзажа планеты Эхто. Ее тяжелое дыхание и проступившие на лбу капли пота, очевидно, говорят о том, что только что она выпала из пещеры на заднем плане, где снова ее посетило очередное видение силы. Мы уже знаем, что часть действия этого фильма пройдет на этом острове, на котором Люк будет обучать Рэй. По аналогии с тем, как его обучал мастер Йода на Дагобе, в Империи наносит ответный удар. Он тоже уставал до пота и получал видение силы. Неудивительно будет увидеть схожий сюжетный элемент с пятым эпизодом, вспоминая, как «Пробуждение силы» пошагово повторял новую надежду. И по случайному или умышленному совпадению, Рэй расставляет все пять пальцев на камне, словно намекая нам на пятую часть саги. Затем нам опять показывают этот же остров Люка, на котором и будет происходить обучение Рэй. В этот раз озаренный закатными лучами. Этот остров на нашей планете находится в Ирланде и называется «Скелик Майкл». Можно погулять по нему через Google Street View, чтобы проникнуться духом этого места. На этом острове находятся руины древнего монастыря, датированного 12 веком. А судя по тому, что сказал Хан Соло в седьмом эпизоде, «Те, кто его знали раньше, говорят, он решил найти первый храм джедаев». Эти руины и есть первый храм джедаев, в котором Люк нашел приют после неудачной попытки создать новый джедайский орден. Кстати, в интернете уже давно появились слухи от тех, кто наблюдал за съемочным процессом, что в сценах на «Скелик Майкле» принимают участие какие-то существа, похожие на птиц, скрещенные с гремленами. Они называются Порги. Порги являются стражами храма векто, и Рэй, прежде чем начать тренировку с Люком, придется завоевать их доверие, убив гигантского морского монстра в начале фильма. И это в духе «Звездных войн». Возможно, именно к этому событию она готовится, всматриваясь в водную гладь в следующем кадре. Затем мы видим до боли знакомый кадр. Ой, нет, как это сюда вообще попало? Вот, другое дело. Рэй, словно Люк в пятом эпизоде, учится поднимать камни с помощью силы. Обратите внимание на позу лотоса, в которой она сидит. Это определенно подошву ее обуви справа. А это, кстати, световой меч Скайуокеров, Энакина и впоследствии Люка, который Рэй передавала Люку в конце седьмого эпизода. Очевидно, Люк не стал его брать и оставил его ей. Судя по этой позе, и потому что кроме камней в кадре ничего не двигается, смею предположить, что в этот момент Рэй в замедлении впадает в транс, касаясь наполненного силой камня этого священного места. Люк произносит интересную фразу, на которой следует не менее интересный ответ Рэй. Наверняка дотянуться и нужно до того мистического дерева, которое мы увидим далее в кадре, чтобы получить очередное видение, в котором ей откроются основные концепции силы. На фоне начинает звучать знакомая по пробуждению силы тема Рэй Джона Уильямса. Рэй произносит И нам показывает знакомый по фотографиям со съемок, недавно опубликованных в нашей группе ВКонтакте, силуэт генерала Лея Органы с новой, не менее экстравагантной прической на мостике космического корабля. Этот ракурс повторяет кадры с пробуждения силы на базе повстанцев, находящейся на планете Дикар. Лея рассматривает голографическую карту какой-то звездной системы. Возможно, повстанцы покинули свою базу либо для того, чтобы принять участие в ключевом сражении, либо их база была обнаружена, и теперь им приходится скрываться в космических просторах. На фоне можно услышать едва различимую легендарную фразу Леи из «Новой надежды». Возможно, и в этот раз у повстанцев осталась единственная и последняя надежда. А еще на заднем плане можно увидеть знакомый силуэт генерала Акбара. Несмотря на то, что Кэрри Фишер покинула нас совсем внезапно в декабре прошлого года, сцены с ней были отсняты, и мы увидим последнее в истории появление Леи Органы в своем классическом воплощении. Затем музыка сменяется на более тревожную тему Кайло Рена из «Прибуждение силы», и на экране появляются осколки его разбитого шлема. Рэй произносит... На заднем плане можно отчетливо услышать знаменитое дыхание Вейдера и фразу Оби-Вана. Ее он произносил в «Новой надежде», когда рассказывал Люку о Вейдере. Эти огни позади напоминают коридоры Звезды Смерти. Это также может быть корабль Кайло, однако в «Пробуждение силы» Кайло оставил свой шлем на базе Старкиллер, на том самом мосту, на котором он распрощался со своим отцом. Старкиллер, как вы помните, был уничтожен, и пока что непонятно, откуда появились эти осколки. Это может быть как абстрактный кадр изведения Рэй, так и осколки нового шлема Кайло. Может быть, этот шлем был не единственный, однако Кайло, потерпев поражение на Старкиллере, решил избавиться от своего устрашающего атрибута в свойственной ему нервной манере. Обратите внимание на осколки от стекла вокруг. Видимо, не только маска попала под его раздачу. Музыка снова сменяется на более нейтральную, и мы видим несколько ветхих миг на полке посреди огромного дерева. На фоне можно услышать едва различимый голос мастера Йоды, который произносит фразу из пятого эпизода. В интернете уже появилась информация о том, что Люк пытается сохранить таинственное древнее дерево, наполненное силой из этого старого джедайского храма. В комикс-сиквеле «Возвращение джедая» под названием «Осколки империи» Люк обнаружил, что в джедайском храме на Корусанте находилось особое дерево, чувствительное к силе. Возможно, схожая концепция будет и в этом фильме. В самом конце этого тизера, если осветлить кадр с пещерой, можно заметить, что это и вовсе не пещера, а ствол того самого дерева. И, видимо, из него вылетела Рэй в начале трейлера. Тут же можно заметить и ее посох, который, судя по слухам и по выложенным в сеть тренировкам дублера Дейзи Ридли, будет ключевым оружием Рэй в этой части. Однако обзаведется световым апгрейдом в духе Дарта Мола. Примечательно также и то, что книги в «Звездных войнах» явление крайне редкое. В далекой-далекой галактике существуют другие способы записи информации, вроде голограмм, голокронов и прочих футуристических приспособлений. Однако в этом древнем храме, очевидно, содержится библиотека бумажных носителей информации. И в следующем кадре Люк своей искусственной рукой в перчатке поглаживает ветхую страницу. На странице можно заметить изображение символа Ордена джедаев и какие-то надписи на прописном ауребише. И в интернете уже появилось предположение о том, что это тот самый легендарный журнал Уиллов. Впервые журнал Уиллов появился в первоначальном варианте названия первого фильма в саге. «Новая надежда» изначально называлась «Приключения Люка Старкиллера», как они написаны в журнале Уиллов. Джордж Лукас придумал его для того, чтобы записывать в него наброски сценария. Он стал сборником значимых событий галактики, записи в которые вносили мистические существа, связанные с силой – Уиллы. Лукас собирался использовать этот журнал для того, чтобы соединить галактику Звездных войн с реальным миром. И несмотря на то, что впоследствии от этой идеи отказались, журнал Уиллов все равно упоминался в каноничных романах во Вселенной. Мы слышим, как Рэй произносит «Равновесие». Баланс двух противоположностей – это основная концепция физики. Во Вселенной Звездных войн он также играет важную роль. Сама идея о балансе в силе являлась для Ордена джедаев основополагающим принципом. Темная сторона, по их мнению, нарушала этот баланс, восстановление которого джедаи считали своим долгом. Впервые идея баланса силы появилась в первом эпизоде и была основной темой трилогии приквелов. В новой трилогии баланс также был упомянут в начале «Пробуждения силы». Примечательно также и то, что во Вселенной существует пророчество об избранном, способном восстановить баланс силы. Изначально на роль избранного претендовал Энакин Скайуокер, однако что-то пошло не по плану, и на роль избранного стал претендовать его сын – Люк Скайуокер. И именно из-за своего сына Люка Дарт Вейдер вернулся на светлую сторону, убил Дарта Сидиуса и исполнил пророчество. Однако снова что-то пошло не так, и теперь новой избранной, судя по всему, стала Рэй. Но, как и говорит Люк Далия в тизере, не все так просто. И тут самое время для теории. Как вы знаете, вселенная «Звездных войн» разделена на две части – канон и расширенная вселенная, которая теперь называется «Легенды». «Легенды» – это огромный пласт информации по вселенной, которая не попала в официальные фильмы, мультфильмы, новеллы и комиксы. Некоторые идеи, персонажи и истории из «Легенд» настолько хороши, что переносятся в канон, правда, претерпевая некоторые изменения, но сохраняя свою концепцию. И одной из самых популярных тем среди поклонников «Легенд», еще не увидевшая свет в каноне, являются «Серые джедаи». Или просто «Серые». «Серые джедаи» – это те пользователи силы, которые не выбирают между светом и тьмой и не разделяют силу на две противоположности. Они также не считаются с религиозными представлениями силы джедайским орденом и не подчиняются его кодексу. Единственное, что движет ими – это сила. Существует также еще два типа джедаев, помимо других обладателей силы, не относящихся к ордену джедаев. Темные джедаи – те, кто является адептом темной стороны, но не подчиняется ордену ситхов и не чтит его кодекс. В основном это были падшие джедаи – те, кто покинул орден. В книге «Звездные войны. Пробуждение силы. Визуальный словарь» Есть статья Кайло Ренни, в которой сказано, что Снук видит в Кайло воплощение нового типа пользователей силы – кого-то, кто стоит между тьмой и светом. А учитывая, что Кайло – падший джедай, который уничтожил новый джедайский орден Люка, то по классификации легенд он вполне может называться «темным джедаем». А по новому канону он – рыцарь Рен. То есть рыцарь Рен – это перекочевавший из легенд темный джедай. Второй тип джедаев – это орден джедаи, основной идеей которого как раз-таки является баланс. Джедаи и серые джедаи схожи тем, что находятся между тьмой и светом. Однако серые джедаи не разделяют идею джедаи о балансе и глубокой медитации. Ни серые джедаи, ни джедаи еще не были представлены, так что в новом каноне их могут объединить в новый тип джедаев, возможно по аналогии с рыцарем Рен, не имеющим в своем названии слово «джедай». И сценаристы «Звездных войн» уже начали внедрять эту концепцию в канон. В третьем сезоне мультсериала «Звездные войны. Повстанцы» был представлен древний персонаж неизвестной расы по имени Бенду, который утверждал, что находится между темной и светлой сторонами силы. Он считал противостояние джедаев и ситхов недостойными вниманию для своей древней силы и мудрости. В новолизации «Пробуждение силы» также появлялись намеки на серый путь, который как раз-таки означал конец балансу в силе и конец джедаям. Джедаям, пора положить конец. В новолизации есть вырезка из журнала Уиллов, это поэма о свете и тьме. И обратив внимание на эту строчку, мы поймем то, что почему-то не принял во внимание абсолютно ни один русскоговорящий знаток вселенной «Звездных войн». Само название «Серый джедай» переведено без учета оригинального смысла этой самой серости. В локализованной версии новолизации строчка из этой поэмы как раз-таки отражает всю суть. От сумрака избавиться, взгляд джедая открыть. Помимо серого, игры также переводится как «сумрачный». И это именно то, что находится между светом и тьмой, между днем и ночью. Ведь серый находится между белым и черным, а мы не называем джедаев «белый джедай» или «черный джедай». И именно поэтому в поэме «Свете и тьме» указана строчка о сумраке. Так что «Грей джедай» — это скорее сумеречный джедай, а не серый. И именно поэтому в тизере мы видим бегущую со световым мечом Рэй именно в сумерках. Ее лицо выражает агрессию, которая абсолютно не свойственна лишенным эмоций джедаям. Ну, раз уж у Снука есть последователь, отошедший от религиозных преданий ситхов, который является новым типом пользователей силы, у Люка также должен появиться ученик, находящийся между тьмой и светом, отошедший от преданий джедаев и противопоставленный рыцарю Рэн. Обратите внимание также на любопытный символизм. Имя Рэй отличается от слова «Грей» всего лишь одной буквой. А как вы знаете, во вселенной «Звездных войн» имена могут содержать в себе подсказки, как и в случае с Дартом Вейдером, чье имя в переводе с голландского означает «темный отец». Также, обратив внимание на одежду Рэй, мы можем заметить, что она серая, а визуальный символизм, как вы можете знать, также является важным элементом повествования. В новой «Надежде» Люк был не знаком с силой, он не знал ничего о темной стороне, и его одежда была белой. В «Империи» наносит ответный удар, он уже познакомился с концепцией силы, но еще не был джедаем, и можно заметить, как его наряд сменил свет на серый. В «Возвращении джедая» он предстал пред зрителями в черном облачении, что могло отражать его желание воссоединиться с отцом. Однако все вышло совсем наоборот, несмотря на его агрессию, в приступе которой он даже отрубил Вейдеру руку, он все же был джедаем, и как раз этот свет в его душе и отражает свет его белой одежды, скрытой под темной ткань. Так что, скорее всего, Рэй станет новым адептом светлой стороны, но не джедаем. В пользу этой теории также говорит и первый постер восьмого эпизода, появившийся одновременно с этим тизером. Этот постер, как я уже подмечал в своем инстаграме, сделан с оглядкой на самый первый постер «Новой надежды». Однако в этот раз мы видим, что свет, исходящий из рукояти меча Рэй, меняет свой цвет с синего, олицетворяющего светлую сторону, к красному. Главному цвету мечей ситхов, форма светового луча, повторяет форму меча с гардой Кайло Рэна, которого мы также видим на постере. Луч разделяет хмурые лица, Люка и Кайло, светлую и темную сторону, ставя Рэй между ними. Красный цвет преобладает в этой гамме, давая нам намек на то, что этот фильм действительно будет самой мрачной главой трилогии, и светлый путь Рэй будет погружаться во тьму. Однако лицо Люка явно больше Кайло, да и сам луч явно является символическим изображением логотипа Ордена Джедаев, и это может также говорить о том, что Рэй все же не перейдет на сторону тьмы, а останется положительным героем. Давайте также обратим внимание на название этой части – The Last Jedi. С самого ее анонса в сети не умолкают спор относительно значения этой фразы, так как в английском языке слово «джедай» не склоняется, и множественное число равнозначно единственному. Большинство теоретиков и фанатов решили, что The Last Jedi – это множественное число, и локализаторы по всему миру подхватили эту идею, назвав фильм «Последние джедаи». Однако сам Райан Джонсон в рамках Star Wars Celebration ответил на вопрос журналиста из издания ABC такой фразой «Забавно, когда мы анонсировали название эпизода, я даже не думал об этом. Мне вообще этот вопрос кажется довольно глупым. В моем понимании это единственное число». То есть сам режиссер, зная сюжет фильма, говорит, что это название для его понимания является единственным числом. Значит, очевидно, что это так и есть, и в фильме будет лишь один «Последний джедай». Но почему Райан Джонсон сказал, что это лишь в его понимании? Ну, здесь все просто. Это название было придумано сценаристами задолго до того, как он сел в режиссерское кресло. Судя по тому, что этот фильм является прямым продолжением «Пробуждения силы», он начнется буквально с той же самой секунды, на которой закончился седьмой эпизод, то эти два эпизода можно рассматривать как один фильм, разделенный на две части. И если соединить их названия, то получится многозначительная фраза «The Force Awakens – The Last Jedi», что переводится как «Сила пробудила последнего джедая». И этот последний джедай – Люк Скайуокер. Об этом нам прямым текстом было написано во вступительных титрах седьмого эпизода. Спустя долгие годы изгнания Люк стал отшельником и, возможно, отрекся от учения джедаев. Это похоже на то, как Оби-Ван за годы отшельнической жизни на Татуине перестал считать себя джедай-мастером в седьмом выпуске комиксов «Звездные войны» от Marvel. И лишь сила в рейс могла пробудить джедайский долг Люка. Но, очевидно, он начал по-иному воспринимать силу и теперь убежден в том, что Орден джедаев не может быть восстановлен. И ему пора положить конец, чтобы начать нечто новое, основанное на той древней, как дерево силы, мудрости, о которой и говорил Бенду, чтобы начать сумеречный путь. Ну ладно, это лишь мои догадки, так что поехали дальше. Следом идет очень интересный кадр. Мы видим тренировку рейс среди скалистого пейзажа Экто. Она учится обращению со световым мечом. Первый раз увидев этот кадр, я обратил внимание, что тут что-то не так. Рассмотрев его несколько раз в замедлении, я понял, что кажется, будто он проигрывается в обратном порядке. Посмотрите, как странно выглядят движения меча Рей. Ну, может быть, это лишь такой визуальный эффект для того, чтобы придать ее тренировке неземной вид. Однако при детальном рассмотрении этого кадра я заметил еще кое-что. Прямо перед ней на колонии с камней стоит маленькая фигурка, уж очень сильно похожая на нашего старого доброго мастера Йоду. Слухи о его появлении в восьмом эпизоде ходят уже давно. Один из пользователей Реддита сообщил, что кукловод, который управлял Йодой в оригинальной трилогии, давал интервью на предыдущем Star Wars Celebration в Европе. Он сказал, что оригинальная команда, которая управляла Йодой, была приглашена для участия в съемках восьмого эпизода. А учитывая, что Райан Джонсон все меньше хочет использовать зеленый экран и компьютерную графику, после того, как трилогия приквелов присытила ей зрителя, кажется достаточно вероятным, что если Йода и появится, то может быть в виде аниматронной куклы. Хотя, учитывая, какую впечатляющую анимацию способны создавать товарищи из Диснея, версия с куклой кажется не очень убедительной. Но в любом случае было бы приятно увидеть мастера Йоду в фильме. Неважно, в виде призрака Силы, флешбека, компьютерной модели или куклы. А если Йода появится в качестве призрака Силы, то кажется достаточно очевидным, что и Оби-Ван также появится в фильме. И слухи об участии Йоэна Макгрегора также не раз появлялись в сети. Ну и, конечно же, про призрака Дарта Вейдера тоже ходили слухи, подкрепленные концепт-артами к Пробуждению Силы. А учитывая, что этот фильм – прямое продолжение Пробуждения Силы, то эти концепт-арты могут быть частью восьмого эпизода. Так что надежда на появление Дарта Вейдера еще жива. Затем мы видим, как эскадрилья похожих на Би-Винге кораблей бороздит в прямом смысле этого слова просторы планеты, которую Райан Джонсон совсем недавно представил публике. Она называется Крейт. На ней находится база повстанцев, на которой они добывают красные взрывоопасные кристаллы. Их продажа дает им средства для финансирования своих миссий. Эта битва снималась в Боливии, на поверхности высохшего соленого озера Салар-де-Уюне. Однако на съемках были замечены снежные штурмовики. Это может говорить о том, что эта планета заснеженная, как и знакомая нам по пятому эпизоду планета Хо. На горизонте виднеется отряд шагоходов, с которыми эскадрилья готовится сразиться лицом к лицу. И эта сцена также доказывает нам, что восьмой эпизод действительно следует по пути ремейков. Белая поверхность планеты, шагоходы на горизонте и повстанцы, спешащие отразить удар. Все это точно повторяет знаменитую сцену сражения на планете Хо. И что-то мне подсказывает, что даже эпизод со смекалкой Люка здесь не забыли. Очевидно, поверхность планеты, откуда добывались взрывоопасные красные кристаллы, также взрывоопасна. Поэтому-то бивинги и взрыхляют эту почву, чтобы устроить этим шагоходам теплое приветствие. Кстати, судя по утекшим описаниям битвы при Крейте, эти шагоходы не знакомы нам AT-AT. Это более продвинутая их версия, под названием AT-4X. Они больше похожи на гигантских механических горилл и являются гораздо более опасными соперниками, чем медлительные слоны AT-AT. А вот красные шлейфы у этих истребителей-бивингов — это отличная отсылка к фильму создателя Звездных войн, Джорджа Лукаса, под названием «Красные хвосты». Ну и следом мы видим нашу спящую красавицу. Финн, пораженный мечом Кайло, до сих пор пытается прийти в себя. И это снова отсылает нас к восстановлению люка в Бакта-камере в пятом эпизоде. Для тех, кто не знает, Бакта — это желеобразная субстанция, которая может быстро восстанавливать поврежденные ткани, мышцы и нервы. Дарт Вейдер принимал Бакта-джакузи в своем замке на Мустафаре, в недавнем изгое. Однако эта капсула не похожа на бочку с Бактой. Вероятно, за 30 лет медицинский прогресс все же шагнул вперед, и этот костюм содержит в себе Бакту. На стекле можно заметить надписи на уребешем, и некоторые достаточно внимательные фанаты смогли расшифровать их. Большая часть надписей — это бессмысленный набор букв, и только лишь это слово наверху переводится как «стабильное». Так что можно не переживать, с Финном точно все будет в порядке. А вот синее свечение позади может говорить о том, что Финн в своей спасательной капсуле путешествует в гиперпространстве. И мне кажется, я знаю почему. Скорее всего, база повстанцев на Дикаре, где восстанавливался Финн, была обнаружена Первым Орденом. И, судя по кадрам далее, в которых мы видим космическое сражение над Дикаром, повстанцам пришлось покинуть базу. Именно поэтому мы видели Лею на корабле, а Фина, путешествующем сквозь гиперпространство в более безопасное место. И затем мы видим По вместе с Би-Би-Эй, бегущими по коридору. Очевидно, в момент сражения над Дикаром, По отчаянно пытается добежать до своего Икс-Винга, как тот внезапно взрывается, лишая героев последней надежды покинуть обреченное судно. Но что это слева? Да это же сопло от Эй-Винга. Так что не все потеряно. Скорее всего, наши герои сумеют покинуть корабль целыми невредимыми, на знакомом еще с шестого эпизода Эй-Винге. И, кстати, в битве над Дикаром как раз можно увидеть летящий Эй-Винг, на котором, возможно, пытаются бежать по Сбиви-Эйт. И затем мы видим самый знаменитый корабль Саги, на котором теперь путешествует Рейс Чуи – Тысячелетний Сокол. Он сбивает Тай-Файтер, уворачиваясь от зеленых бластеров других сит-истребителей. Судя по красивому небу, в котором происходит этого каналия, это воздушное пространство того самого острова на Эк-То, где мы видели Сокол в последний раз. Возможно, Первый Орден одержал победу над Дикаром и завладел кардой местонахождения Люка. И героям пришлось вступить в бой в этом священном для джедаев месте. И следом мы видим сумеречного джедая в момент своей тренировки и ее антагониста – Кайло Рена, который снова пускает в ход свой необычный меч. Обратите внимание на то, как блестит цветовое лезвие в его глазах. Пока что непонятно, что он делает этим лезвием, но, судя по водопаду позади него, предположу, что он выжигает то самое дерево в храме на Эк-То. Кстати, вы можете также обратить внимание на его шрам, оставленный ему Рэй в финальной битве на Старкиллере в предыдущем фильме. Однако шрам находится не на том месте, по которому прошлась Рэй своим световым мечом. Райан Джонсон пролил свет на смещение шрама. Я решил слегка сдвинуть его шрам. Он выглядел очень нелепо посреди его переносицы. Однако, судя по фан-артам его шрама, выглядит он совсем не нелепо, а очень даже устрашающе. Так что, возможно, Райан Джонсон пытается нас запутать. А это флэшбек, и в этот момент Кайло выжигает храм Люка, который мы видим в следующем кадре. Очевидно, это та самая сцена из флэшбека Рэй, только с другого ракурса. Люк и R2-D2 наблюдают за догорающими руинами джедайского храма, в котором Люк пытался возродить новый джедайский орден. Очевидно, в этом фильме, так же, как и в предыдущем, будут флэшбеки, и нам раскроются подробности этой ужасающей резни. Кстати, о флэшбеках. Марк Хэмилл запостил твит, в котором сказал, что выложит спойлер к восьмому эпизоду, если его твиттер наберет 1 миллион подписчиков. Эту цифру он вскоре преодолел и сдержал свои обещания, написав следующее. Как обещал, спойлер к восьмому эпизоду. Сюжет «Добро против зла». Действие происходит в прошлом, в удаленной солнечной системе. И фанаты моментально начали слагать теории о путешествиях во времени, о том, что большая часть фильма будет разворачиваться во флэшбеках во времена уничтожения нового джедайского ордена. Однако истина гораздо проще. Бессменный Джокер Марк Хэмилл, конечно же, пошутил над фанатами. И его твит – это перефразированная знаменитая фраза «Давным-давно в далекой галактике». Недаром он даже прикрепил фотокарты Джокера к своему твиту. И затем мы видим хромированные доспехи капитана Фазмы. Она каким-то чудом пережила уничтожение базы Старкиллер, на которой ее оставили герои. И теперь вальяжно шагает, судя по этой светящейся арке, по тому самому ангару, в котором и взорвался Икс-Винг Поа. В «Пробуждении силы» ее роль была еще менее значимая, чем роль Боба Фетта в «Возвращении джедая». Однако, судя по слухам, в этом фильме ей выделили гораздо больше экранного времени. Вероятно, Фазма руководит отрядом, который проник на корабль повстанцев. И именно она и заполучила карту местонахождения Люка. Ну и далее, после кадров космического сражения, мы слышим ту самую леденящую кровь в фразу Люка. И видим его в отверстии дерева силы. Очевидно, после того, как из него выскочила Рей. Ну что ж, я попытался максимально подробно разобрать этот трейлер, но если же я что-то упустил, то не забудьте написать мне об этом в комментариях. И, конечно же, не забывайте поставить свой царский джедайский лайк, если вам понравился этот распор и вы хотите еще. Ну а на этом... Время пасхалок. В прошлом пасхалочном эпизоде, в котором я рассказал вам о секретах и деталях фантастических тварей, я спрятал четыре пасхалки. И все они были найдены. Первые две пасхалки нашел Еломан Аметов. Он заметил оставленную мной кучку на снегу в этом кадре. А также вырезанную мной надпись «Крэб» на дереве справа. Третью пасхалку нашел Котокрабер под псевдонимом «Де Илюха Арт». Он заметил название моего второго канала в этом кадре. Ну и последнюю после моей подсказки ВКонтакте нашел Валентин Шилковкин. Он заметил ВЧС-кассету за горшком Грута в этом кадре. Поздравляю вас, Еломан, Илюха и Валек. Вы оказались самыми зоркими Котокраберами года. Да, это первый пасхалочный эпизод в этом году, но он далеко не последний. Ну что ж, в этом эпизоде тоже спрятаны пасхалки. Первый, кто найдет их и напишет их ответом на мой первый комментарий к этому видео, будет упомянут в следующем и получит билет в кино на премьеру недели от Кады Крэб ТВ. Так что спеши и не забывай подписаться на нашу группу ВКонтакте. Там уже стартовал конкурс репостов, в котором ты можешь выиграть билет на двоих на закрытую вечеринку по фильму «Чужой завет». Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Кады Крэб. Мы режем киноленты. Субтитры сделал DimaTorzok